Необычное в обыденном. В центре Садко прошел конкурс профессионального мастерства. Его участниками стали социальные работники. На суджюри они представили творческие номера, в которых рассказали о своем каждодневном труде. Главная задача таких специалистов – сделать так, чтобы воспитанники центра не чувствовали себя обделенными теплом и заботой. Подробности в сюжете. Значит, наш директор звезды не напрасно отмирал. Мы не зря сюда попали. Я попал, и я попал. Зажигательные напевы дали старт конкурсу «Профи-2012». В центре Садко соревнуются социальные работники. Четыре этапа – приветствие, решение нестандартных ситуаций, творческое задание и кулинарный поединок. Для Татьяны Тарасовой участие в конкурсе стало неожиданностью. Я находилась в отпуске, и коллегиальным решением всех завидующих отделением была избрана моя кандидатура. И меня просто поставили перед фактом. Женщина даже обрадовалась такому решению. Место творчества должно быть в каждой профессии, говорит она. А это мероприятие лишь тому подтверждение. Когда человек работает с огоньком, уйдей у него целая куча. Мы просто рассказываем про свою жизнь. Ведь наша жизнь такая яркая, такая разнообразная, что там множество идей, и можно каждый день устраивать такие праздники. В кулинарном поединке на суд строгого жюри Татьяна представляет мясной пирог. Для того, чтобы обыграть свой кулинарный шедевр, читает оригинальный рецепт. Мой пирог на вид обычный. Даже очень симпатичный. Внутри вкусная начинка, но есть умная перчинка. Весь секрет в приготовлении. Вот рецепт на удивление. Профи-2012 приурочен к десятилетию реабилитационного центра Садко. За это время социальные работники успели добиться значительных результатов. Каждый день они решают множество задач. Вот те испытания, которые вы сегодня видели, они были шуточные, они были с иронией. Но это испытания, которые наш коллектив Садко испытывает и проходит каждый день. В этом конкурсе проигравших нет. Для каждого участника нашлась своя номинация. Но самым большим подарком стало очередное признание коллег. Наталья Худяева, Константин Малыш, Служба новостей, Импульс.